Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья, гости, сотрудники, слушатели. Рад приветствовать вас в Сколково, у нас дома, в Московской школе управления, на нашем традиционном вечере, вечере со спикером, спикерс-найт. И у нас сегодня странным образом снова очень интересный спикер, неожиданно. Виктор Александрович Семенов. Для тех, кто не знает, он основатель и председатель наблюдательного совета группы компаний «Белая дача». Он закончил Тимирязевскую сельхозакадемию, он ученый-агроном. В 1980 году по распределению пришел работать подмосковный совхоз «Белая дача», где начал свою карьеру с позиции помощника бригадира. Потом уже под его руководством совхоз стал агрофирмой «Белая дача», а затем группой компаний «Белая дача», которая до сих пор остается лидером по разработке и внедрению новейших технологий в области производства продовольствия, в частности готовых к употреблению свежих салатов, овощных смесей, является в том числе одним из крупнейших девелоперов в Московской области. Еще несколько интересных фактов из жизни Виктора Александровича. С 1998 по 1999 год он работал министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. С 1999 по 2011 год депутатом Государственной Думы, с 3, 4 и 5 созывов в течение 19 лет с 2000 года возглавляет Комитет торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса. В 2000 году создал и возглавил ассоциацию отраслевых союзов АПК. Активно занимается благотворительной деятельностью, участвует в возрождении духовных святынь России. Пожалуй, на этом остановлю. Но может еще сказать, что он отец двух взрослых детей и дед шести внуков. Или с этого надо было начать? У нас сегодня в гостях отец двух детей и дед шести внуков. Кстати, то, что вы здесь видите, это не попытка украсить нашу и без того красивую комнату. Это альбомы, которые сделал Виктор Александрович. Это его фотоальбомы. Вы можете взглянуть. Это мое хобби. Да. Итак, мы начинаем. У нас совершенно свободный формат. Я буду задавать сначала вопросы, а потом у нас будет возможность в течение 30, может быть, даже 40 минут дать возможность залу задать вопросы. Кстати, у нас так получилось, что у нас вчера была здесь очень большая сессия, посвященная теме женского лидерства. Мне интересно, есть здесь кто был вчера? Поднимите, пожалуйста, руки. Есть. Приятно, что аудитория поменялась немножко. Итак, Виктор Александрович, начинаем. Скажите, что из себя представляет «Белая дача» сегодня? Немножко об истории ее создания, об ожиданиях. Что из этого получилось, а потом чуть-чуть вглубь пойдем. Ну, как вы поняли, что все-таки мы не тот стартап, который родился с нуля, а все-таки мы родились из старого и постепенно переходили в какой-то новый статус. Если вы меня спросите, что было самое трудное из всех проектов, это самый трудный был проект переделать команду из старого образца, советикус такой, да, перевести ее в новый образец. Это было самое тяжелое время. И это, если будет интерес, отдельно расскажу, да. Потому что все остальные проекты, когда уже особенно вот уже матрицу поменяли, и сразу могу сказать, что основная часть у нас людей осталась работать. Я вспомнил старый анекдот, когда мать с отцом приходят после работы усталые, и огромная рава грязных, перемазанных, чумазых детишек вешается на них, прыгает голодный. И отец матери говорит, ну что, этих помоем или новых нарожаем. Вот как вы поступили со своим персоналом? Ну, честно говоря, был период, начало 90-х годов, мы были такие успешные, несмотря на вот, было очень тяжело, но мы придумали одну штучку, вот инновационную. Тогда даже слово такое не знали. Представляете, мы понимали, что теплицы уже все, они их переделывать на этом месте нельзя, потому что белая дача, ну как, вокруг Кремля тоже раньше коровы ходили, вот, и это было нормально. Ну и также, когда эту белую дачу построили на кольцевой дороге, это тоже было нормально. Но я когда взял бразды в свои руки, я понимал, что это ненадолго, у меня есть несколько, ну, 10-15 лет, чтобы успеть перевести все на новые рельсы. Но когда начали цены лезть вверх, на газ, на электроэнергию, еще предоплату требовать, я понял, что у меня даже 10-15 лет нет, и меня просто выручили израильские друзья, они мне привезли тогда, значит, приехал ко мне, так повезло мне, президент компании «Нитофим», это номер один по капельной ирригации в мире компании, и он лично ко мне приехал. А в начале 90-х, чтобы вы знали, я принимал в день по два, по три президента, потому что все президенты были тогда. То какая-то западно-германская компания, президент, и понять, кто из них ноль, в основном 90% это были нули. А тут тоже приезжает «Нитофим» какой-то, Израиль, президент. Я говорю, знаешь, у меня таких президентов много здесь ходит. Он мне говорит, в два раза вам урожайность подниму, даже в два с половиной. Я говорю, о, тогда все, разговор закончен. А потом про себя думаю, я же у них там везде был, и в Голландии был уже тогда, и в Израиле. А точно такая же технология у нас тогда была, рижского изготовления. И она давала нам в два раза меньше урожайность, чем обычная технология. А тут предлагают в два с половиной раза выше. Но он мне, знаете, как он мне сразу, одну фразу только мне сказал. Я ему то же самое, как вам сейчас это рассказываю, что-то мне тут сказки рассказывают. Он говорит, вы знаете, вы-то, говорит, в рижской технологии с Запада купили железо, а мозги-то, говорит, оставили, не купили. У вас, говорит, в Советском Союзе все время так бывало. Вы все время железо покупали, а на мозги денег не хватало. Ну, видно, на всякие, на телевизоры уходило у чиновников. Вот. И вот здесь у меня прям запало, я говорю, так, я тебе 50% делаю предоплату, а, значит, 50%, если будет результат, тогда мы с тобой дальше работаем. Он говорит, мы так не работаем, тем более, говорит, с Россией, мы вообще ни с кем так не работаем. А с Россией тем более. Ну, представляете, начало 90-х. Вот. Я говорю, ну, тогда разговор закончен. Он говорит, ну, хорошо, я вам завтра позвоню. Вот. Он уходит. Потом оказалось, что это было, самое первое лицо было этого, у них кооператив, это не дофим. Вот. Он там совещание провел вечером, мне звонит, мы, говорит, согласны. И, значит, мы сразу 3 гектара, чтобы вы представляли, это для меня тогда 300 тысяч долларов был проект. Это были огромные деньги, поверьте мне. Это просто для меня это был космос. Я ему говорю, 150, я сразу плачу. У меня не были. Ну, вот. Короче, мы ему заплатили, проходит год, мы поднимаем урожайность всего лишь на 30%. Я ему говорю, слушай. А, какую культуру-то вы сажали? Это помидоры были, только помидоры. Это была новейшая технология, которая экономила затраты и, значит, давала, значит, ну, я в вашем детали не буду сейчас говорить. Там куча еще всяких было таких новшеств, но мы экономили затраты на газе в два раза. Можете себе представить? Это было серьезно. И плюс еще, ну, такое получается, тут экономишь, а тут добавляешь, да? Когда мы получили 30%, и, значит, в конце года я ему говорю, слушай, ну, не переживайте, я заплачу оставшиеся 150. Он говорит, я не переживаю. Я говорю, вас хочу поздравить. У нас, говорит, в первый год никто никогда на ноль даже не выходит. В первый год у нас никогда не бывает плюса, потому что, говорит, столько ошибок делают агрономы. Потому что, знаете, такая тонкая технология, когда ты на почве делаешь, она все буферит. Не долил, почва все найдет. Перелил, почва спрячет. Не докормил, почва опять найдет что-нибудь. А когда ты, значит, вот точечно, капелькой там все даешь, чуть на час запоздал, растение умерло. Понимаете? Я говорю, а как же ты так шел со мной 50 на 50? А он говорит, я просто знал, что если вы эту технологию почувствуете, вы от нее никогда не откажетесь. Я просто был абсолютно в этом уверен. Но молодцы, что вы первый год получили 30. Вы отличная команда, вы молодцы. Говорит, на будущий год, поверь, у тебя все будет. Следующий год мы двукратный дали урожай. А еще через два года дали трехкратный урожай. Вышли в лидеры. Представляете, тут уменьшаем затраты на метр квадратный. И увеличим у нас окупаемость инноваций, чтобы далеко не уходить. Середина, начало, точнее, середина, начало 90-х. Было 7 месяцев. И мы за счет этого выжили. Но на этом же фоне, когда мы становимся номер один, мы еще к тому же, яды были дорогие. Потому что они все западные были, да? Валюта дорогая. А труд у нас по сравнению с западом дешевый. А мы, Белая дача, уже тогда у нас был опыт, 65-го года у нас действовала первая в России биолаборатория. Которая делала вот эти биоагенты. Жучков, паучков, которые воевали там с другими вредными жучками, паучками. И мы в это время, когда понимаем, что надо что-то делать, да и на яды денег, честно говоря, не было. Реально. Мы начали свою лабораторию, в нее вкладывать деньги. Давайте, давайте. Кстати, вот мы с одной стороны провезли недорогой продукт, качественный, да? Но еще плюс за эти годы научились сделать его. Мы первые, кто отказался от яда химиката вообще. Сделали полный биометод. И вот на этом фоне вдруг я выхожу вот так вот, аудитория. Я говорю, ребят, больше вкладывать в теплицы не будем. Точнее, будем вкладывать только всякие, опять-таки, в пуговицы. А саму конструкцию все будем сносить скоро. На меня все смотрят, говорят, ты что, ошалел что ли? Мои замы на меня посмотрели, говорят, у тебя что, крыша поехала? Я говорю, поймите, у нас есть время, мы сейчас должны продумать что-то. И, короче говоря, я понял, что все, даже мои замы, все против меня. Ну, они просто посчитали, что, ну, как, когда мы лидеры рынка, я говорю, это временно. Это все временно. Поверьте мне, пройдет немножко времени, и нас жизнь отсюда выкинет с этой территории. А представляете, что такое поднять такую территорию? Две тысячи триста работников, да? Шестьдесят гектаров теплиц. Значит, там у нас еще и свинство было, да? Там крупное такое хозяйство было. Вот. Все это, говорю, отсюда сметется. Надо все уводить отсюда. Ну, вот. И, говорю, ну, увезти, я просто знал опыт своего еще предшественника. Кстати, вот у меня был герой соцтруда, еще до предшественника, еще раньше был. И он мне, когда, вот он меня единственный, когда поддержал из стариков таких. Он говорит, Виктор, я еще в 70-е годы говорил, что надо думать о том, чтобы подняться и увезти сельское хозяйство в СМКД. Вот мужик был мудрый, представляете? Вот. Но, когда меня все, меня начали ноги вытирать, то есть, ну, как же так я начал закрывать, свиноводство убрал в Подольский район там, да? Как же так? Ты там, коммунисты меня там начали. Тогда политика же еще тоже на первом месте была. Ну, вот. И что я тогда сделал, чтобы долго не рассказывать, на самом деле для меня это была кульминация. Когда я понял, что я один, я нанимаю, вы даже знаете, Игорь, Игорь, о, выскочил из головы, такой политтехнолог, он же, коучер, Щедровицкий. Игорь. Писарский, наверное, Игорь. Нет, нет, Щедровицкий, он не Игорь был. Не Игорь, как же его зовут тут? Петр или Георгий? Петр, Петр, он сыном как раз у меня был. Я тогда его нашел, он тогда... Тогда Георгий, а сын его Петр. Он Георгий, да, ну, слушай, это было, представляете, уже 30 лет назад. Я его потом пару раз только видел, я вам просто очень благодарен. И я его нашел, он тогда занимался политтехнологией, потому что тогда выборы были очень... Очень выгодный бизнес. Но в то же время и бизнес этим консультированием он занимался. Я говорю, его звали, нет, все-таки, его звали Петр. Слушай, ну Петр. Я говорю, давай помогай. Объяснил ему ситуацию. Я тогда не буду сейчас говорить, сколько я ему заплатил. Ну, тогда они брали только кэш. А мы уже тогда были белые. Для меня это было так сложно. Вот я легче нашел 150 тысяч долларов, потому что там надо было, не надо, кэш было. А тут они говорят, нет, мы только вот в кэше работаем. Ну, тогда были времена такие. Вот, я эти где-то нашел деньги, мои на меня тоже смотрят. И он мне делает месячный, как это называется, бизнес-игра или как это называется. Ну, вы лучше меня сейчас... Стратегическую сессию? Месяц целый, представляете? Даже не месяц, больше. Он, короче говоря, понятно, что это было производство. Наверное, месяца три это было. Каждую, короче, неделю, на один день он закрывал моих основных, не топов даже, а на уровень, ну, наверное, бригадиров только не трогали, да? А таких вот уже управляющих, таких вот, ну, средней звеной выше. Всех закрывал. Сначала со мной. Но на один день только он закрыл. Потом сказал, ты на всех давишь, тебя надо убирать. В общем, он без меня всех закрывал. И где-то это месяца два или три продолжалось. Раз в неделю они закрывались на, ну, может, не на восемь часов, но на шесть точно. И там у них чай, кофе был. И они обсуждали. Я иногда подглядывал, смотрел. У них там телевизоры стояли, камеры. Они что-то там записывали. В общем, какая-то игра была такая серьезная. Поначалу мои, вообще на нём... Насколько продуктивность выросла после этого? Слушайте, что самое главное произошло. Через два или три месяца, вот это все игры, он мне говорит, так, теперь твоя очередь, приходи. Вот он меня сажает. А нас там было, я говорю, в этой игре, наверное, человек 50, 100, наверное. Ну, 100 нет, но больше 50. Вот, садимся, и вдруг он начинает там какие-то вопросы задавать, как вот мы сейчас вместе, да? И они говорят, да, конечно, надо холдинг создавать, нельзя компанию оставлять в таком состоянии. Короче, то, что я им говорил до того, и они все говорят, какой холдинг, у нас все хорошо, не надо ничего. Я им говорил, гараж надо отделять, пусть сам деньги зарабатывает. Цех переработки надо отделять, свиноводство, давайте деньги, чтобы каждый считал, давайте это... Они говорят, зачем, так все хорошо, так работаем мы же, у нас все здорово. А тут они вдруг все... Короче, вот я Петру Щедровицкому очень благодарен, он мне помог переделать команду. Хотя нельзя сказать, что потом все прям по маслу пошло. Нет, все равно, знаете, когда вот человек жил в таком, ну, в советской обстановке, это одна ситуация, да? Рыночная обстановка совершенно другая. Ну, кто-то отвалился по дороге, а костяк остался. Хорошо, а вот что... Вы вообще работаете на довольно конкурентном рынке. И такую красивую историю, наверное, многие бы хотели повторить. Какое у вас есть уникальное конкурентное преимущество, которое, ну, скажем, позволяет вам оставаться лидером, усложняет конкурентам повторение, дублирование вашего опыта? В чем секрет, если он есть? Да секрет очень простой, который может каждый повторить. Мы, например, всегда старались, учитывая, что мы жили в той обстановке, когда много можно было чего нового внедрять в России, и не надо было быть семь пядей во лбу. Надо было просто съездить в Европу, в Америку, посмотреть внимательно вокруг, открыть глаза широко и говорить, вот это эффективно, явно эффективно, и этого на рынке нет. Значит, так, это берем или это берем? И дальше просто надо было эту идею приземлять на российскую землю. Ну, например, да, и мы хотели всегда быть, и, собственно говоря, у нас до сих пор это нам удается, во многих вопросах, быть певрами на рынке. Да, это тяжело. Например, с чем? Ну, вот, например, конкретно, вот после того, как я вам сказал, да, у нас была там куча раньше всяких тоже идей, которые, слава богу, многие умерли, и мы забыли. Вплоть до того, что мы даже гостиницу для собак делали, чтобы вы посмотрели, насколько у меня был разброс. Ну, это вообще конец 80-х. И, например, я даже сделал стоматологическую клинику с американским партнером. Для собак? Нет, это для людей уже. Вот, ну, я там социальный вопрос огромный порешал, но потом все это понял, что это, ну, глупость, надо на чем-то сосредоточиваться. Был даже период, у меня там 20 направлений было новых. Вот кроме белой дачи такой, какой она была, да, еще 20 направлений новых. Так вот одно направление, я, например, понял, что таких производителей, как я, то, что вот когда я эти технологии внедрил, сначала все вот так тоже весь рынок покрутил пальцем у виска, а через 2-3 года кто за мной не пошел, их снег раздавил теплицей. Потому что все, мы, и те, кто за нами пошел, сегодня только томата вы не найдете на грунтах. Они все, и огурцы кое-где остались, но это уже тоже исключение из правил. А томата уже давно нет. Кто упорно стоял на своем, значит, те умерли. Но я понимал, что лидерам невозможно быть в этой ситуации. Да, мы были там 2-3-4-5 лет лидеры, но потом лидерство это было, условно говоря, 5%. Это не лидерство. И мы говорим, что нам нужен продукт с больше добавленной стоимостью. А тогда мы еще первым внедрили тару, красочную такую, картонную. До того, вы молодежь не помните, в деревянных жутких ящиках все это было. И тут мы такие стали крутые, все понимали, что реально у нас качественный товар, мы сортировали на 16 фракций по цвету и размеру, помидоры те же самые, да. И в хорошей таре все, и плюс без яда химикатов, мы рекламу дали по этому поводу. Но до сих пор мы уже на рынок не продаем ни огурцы, ни помидоры, потому что мы в ритейл не отдаем. Только переработанный продукт уже даем. Сейчас отдельно скажу. Но вы до сих пор на рынок придите, если будет где-то красивый помидор, огурец, белый дача. Понимаете? А тогда даже окорока на рынке были, тамбовские окорока висели, белый дача. И бороться с этим было невозможно. Я понимал, что, ну, когда даже компания западная, ритейловская, я прихожу, жуткие огурцы лежат, значит, из Голландии привезенные. Просто я знаю, что это голландский продукт, с гнилыми концами в моей таре. Я говорю, что вы делаете? Это же антиреклама для меня. А где у нас в контракте написано, он мне говорит, что я не имею права использовать вашу тару. Понимаете? Ну, я понял, бороться бесполезно. И мы для себя приняли решение создать вот этот новый продукт, готовый к употреблению салат. Там, где никто нас не сможет подделать. И мы были, вот вы говорите, мы были 25 лет эксклюзивными поставщиками компании Макдональдс по салату. Найдите пример в мире такой. А сейчас перестали или остаетесь? В этом, с этого года Макдональдс впервые взял еще двух или трех, он не говорит, два или три поставщика, я просто знаю. Три. Значит, ну, всего лишь 15% пока у этих трех. Восемьдесят пять у нас. Но я понимаю, что если бы мы не смотрели вперед, что нормально, когда будет 30% у меня только. Это будет, но я к этому должен подготовиться уже. И поверьте мне, мы уже к этому готовимся давным-давно. Но, как всегда, снег, когда выпадает на дорогу, он неожиданный бывает. Так и здесь. Мы понимали, что когда-то это произойдет, но вот когда в этом году вдруг это произошло. Но, тем не менее, мы все равно глобально этот рынок, на нем лидеры. Но нам этого мало показалось. Мы решили теперь по картофелю стать первыми. Вы знаете, мы в прошлом году запустили завод, и мы сегодня единственные производители картофеля фри в России. И сегодня вы можете себе представить, учитывая, что… Картофеля, из которого делают картофель фри, или вы конечный продукт производите? Нет, мы конечный продукт производим. Мы семь лет обучали фермеров, потому что там специальный картофель надо вырастить. Вот, до этого. Значит, сами создали ферму свою, чтобы фермеры не думали, что мы только от них зависим. Что если они будут плохо себя вести, то мы свою ферму расширим. У нас стратегия такая, 30% стремится своего производить сырья, а 70% брать с аутсорсинга. Так вот, мы сегодня Макдональдс обеспечили 100% картофелю, Бургер Кинг только на 50%, хотя он просит 100%, а КФС вообще ничего не дали. И они нас обижаются. Понимаете? Ну, поверьте мне, когда ты попадаешь в точку, и рынок картофеля фри растет, в прошлом году он вырос на 50%, в этом году на 30%. Получается, мы строили завод под рынок вчерашний, и мы даже не угадали, мы были уверены, что мы закроем полностью рынок, тройку вот эту великую Кетеринга закроем на 100% всех, и еще плюс у нас даже на ритейл хватит. Плохая новость для сторонников здорового образа жизни, что так быстро растет доля картофеля фри. Ну, слушай, это как раз говорит о плохом рынке, потому что салат у нас не растет, а картошка растет. Ну, тут уже извините. То же самое, например, вам хочу сказать, плохая и хорошая история. Мы построили первый в России Аутлет, Виллэдж, вы знаете, да? Аутлет Белая дача, он был первый в России. Кстати, могу, сегодня я иногда могу хвастаться, да? Разрешаете, да? Ну, я постараюсь нечасто. Но на самом деле единственный объект недвижимости, который признан мировым сообществом номер один, больше нет таких объектов. Есть проект «Башня России», который как проект был признан номер один. Но где эта башня? Нет. А мы проект наш не признали, а вот сам объект, значит, признали номер один, он был признан на Каннской выставке, ну, самое главное выставке. За какие заслуги? По всем показателям, что это лучший проект года был признан, лучший Аутлет года. Вот. И начали когда, насколько мы тоже точное получилось попадание, когда был рынок, вы знаете, что все бренды, они на Россию и на Китай всегда давались с большой наценкой. И поэтому молодежь, она же считать всегда хорошо умела, она считала и ездила в основном в Милан на те же Аутлеты, а к нам поначалу не очень-то ехала. И вот как раз в момент, когда мы сдали этот Аутлет, вдруг меняется европейское вот это сообщество, да, производители. Они меняют политику, они сохраняют небольшую наценку в Китай, а нам обнуляют Россию. Ну, это было с 2014 годом как раз связано, там, как раз упала у нас покупательная способность сильно, да, и это не то, что они нас хотели, там, полюбили вдруг. Это чисто экономические были такие посылы, вот. И у нас сейчас, слушайте, вот за прошлый год на 8% выросл, значит, товарооборот Аутлеты и на 12% посещаемость. Представляете? Получается, у нас сейчас Аутлет, это просто такое, знаете, вот, и я уже себе сказал, тут даже какой-то был вопрос, что вот по недвижимости, да, мы недвижимостью перестали заниматься. И сказали, что все, мы закрыли Белодача недвижимость, мы же были и генподрядчиком, и служба заказчика, у нас профессиональная была команда. Мы так вышли на хороший уровень, на самом деле. Ну, теперь сказали, что все, стоп, мы недвижимостью больше заниматься не будем, но могу, значит, сейчас вас пригласить всех. В конце года мы открываем, опять-таки, первый в России, как, премиум или как называется, лакшери, слово. Лакшери Аутлет Вилледж. Он будет первый в России, потому что до сих пор ни одна лакшери компания, ничего не имела, никаких стоков, и у них вообще проблема большая. Представляете, сколько они за эти там 20 лет, сколько у них накопилось всего, а куда, в Европу опять везти или куда? Я не знаю, где они все это хранят, но не выбросили наверняка. Поэтому я знаю, они сейчас все тоже ждут пуска этого лакшери. Это будет, правда, уже не на Белой даче, это будет на восьмом километре Рижского шоссе. В декабре мы, в ноябре заканчиваем строить, но к Новому году сейчас вот решаем. Бренд, новая дача, Белая дача остается? Нет, там будет лакшери Аутлет Вилледж, Новая Рига, по-моему, или Рига, даже не знаю. Честно говоря, забыл, не помню. Но мы там не одни, это просто из-за того, что мы этот проект делаем с американцами. Вот опять скажите, в чем секрет, почему так попадаем? Обратите внимание, с одной стороны, мы всегда хотим быть первыми, но мы работаем с лучшими. Вот, например, сейчас Сколково, да? Ну, это лучшее место, где можно дискутироваться. Нет, я не утрирую, я на самом деле... Виктор Александрович, не первый и не второй раз у нас здесь, да. Да, и у него сын закончил Школу Сколково. Еще даже не получил диплом, он в сентябре только получил, но уже закончил. Так что, но, например, Мега Белая Дача с кем? Это единственное предприятие с кем-либо в Икеи. Господин Камбрат, это будет интересно, могу рассказать. Это, на самом деле, такая очень интересная история, как мой сейчас партнер Гордеев, ПИК, хозяин, главный акционер ПИКа, он мне очень емко так сказал, говорит, Виктор, я, говорит, единственный бизнес-кейс знаю, когда, говорит, на салфетке люди подписали, значит, контракт на 500 миллионов долларов. Я говорю, ты о чем, я не понял? Ну, он мне, говорит, ну, когда-то Мегу Белая Дача устроил. Я говорю, слушай, вот прям, ну, ему надо отдать должен, он прям так емко иногда говорит, он немного говорит, в отличие от меня, вот, но он очень емко так говорит, он прям, на самом деле, в точку был. Икея, она лучше в своей отрасли, согласитесь, да? Хайнс Риэл Эстетский, с кем… Я никто не повторил, да. Да, Хайнс Риэл Эстетский мы уже имеем, не знаю, там, 5 или 6 проектов. Начинали со складов, да, а сейчас вот уже аутлет строим, значит, второй аутлет строим, еще у нас были проекты, еще плюс там даже был Европейский банк реконструкции и развития совместно. Даже Европейский банк, в свое время один проект, мы еще до проблем 14-го года продали один проект, они сказали мне по секрету, говорят, это мы, говорят, никогда столько не зарабатывали. Это у нас, говорят, первый самый проект в истории банка. Я говорю, ну, спасибо. И поэтому они даже со мной согласились картошку делать, но политики не дали. Банк хотел делать картошку? Да, банк, Европейский банк, который, как правило, только дает кредиты, это же государственный банк, вы лучше меня знаете. Еберер? Еберер, да. Он сказал, говорит, я вам кредит дам на весь проект под льготный процент. У нас с ним было 3 проекта. И, говорит, я вам еще, я, говорит, на 25% войду в equity. И это же было тоже… И мы там тоже любители картошки фри. Нет, они, ну, когда мы 3 проекта таких шикарных сделали, они поняли, что с командой нашей можно работать и нам можно доверять. И потом, я еще раз говорю, они из одного проекта вышли, говорят, у нас, говорит… Бит, вот очень интересно, вообще все-таки мир идет к специализации, идет не вчера, а давно. И в мире, и даже в России, в России, может быть, в большей степени существует вот некоторое небольшое количество таких холдингов, которые про все почти. Вот если очень так грубо оценить, как выглядит структура доходов вашего холдинга по видам бизнеса, сколько вы зарабатываете примерно процентов на сельском хозяйстве, а сколько вот таких новых нетрадиционных видов деятельности, и какие они в общем… Основной у нас, как было, остается салат. Наоборот, мы отказались от свинства, отказались от кучи других, просто от сырьевых овощей, фруктов, овощей, да? Там, да? Вопрос нормы прибыли в этих бизнесах или высокой конкуренции? Почему вы решили… Нет, мы специализируемся. Я не хочу толкаться там, где тысяча производителей. То есть это там высокая конкуренция? Я хочу быть лидером. Я хочу быть лидером. Ну, мне так комфортнее, не знаю. А потом, на самом деле, когда ты попадаешь в яблочко, ты собираешь некие сливки с рынка. Тем более, когда ты один. Квазирента возникает. Да, мы 25 лет были практически в Голубом океане. Так что, ну, Макдональдс нам не мог ничего диктовать. И другие. Даже сети нам ничего не могли диктовать по салатам. Потому что они поначалу вообще от нас так отфыркивались, да? Потому что головная боль. Потому что сети были даже западные. А мозги-то у многих все равно были российские. И там закупщики. Но потом они поняли, что без нашего товара сеть, она вроде как неприличная. Ну, как это? Неполноценная, да? Несолидная, понимаете? И поэтому нам с ними было достаточно легко работать. А сейчас мы попали опять-таки в этот такой уже теперь красный океан и думаем. Поэтому у нас были цветы. Кажется, второй цветок на клумбах Москвы в 90-е годы был с белой дачи. Все новейшие технологии, которые мы привезли, начиная от газонов, рулонных. Вы не срезкой занимались, а вы занимались? Нет, срезкой вообще почти не занимались. Там было поначалу немножко. Мы занимались клумбовыми технологиями. Посадка цветов по проекту в клумбах, да? Когда она вечно цветущая. Если кто-то из вас помнит раньше советские клумбы. Отцвела и все, и потом непонятно чего. Или пересаживают, или она так стоит страшная. Там одна герань была. Это мы первые привезли такую технологию, когда потом вот эти вертикальные, вот эти вот горшки, надо отдать на столбах Лужкова, когда мы первые эти горшки привезли. Это же там тоже не просто так горшок там растет. Там специальные сорта, специальные грунты. И все это моя жена этим занималась. Но мы ушли из этого бизнеса. И ушли, потому что нас трижды, мою жену, может сказать, потому что это ее был бизнес. Ее трижды, грубо говоря, обворовали. Потому что, ну, я вот, если кто-то из вас цветами занимается, да, или близок к цветам, ну, я могу сказать, это, ну, невозможно этот бизнес вести в белую схему. Как только вы, а мы, у нас все в белую. И мы пытались цветами заниматься в белую. Вот, получается, тысячу номинований товара, каждый день меняются цены. Там надо быть в лавке, сидеть надо, понимаете. И со счетами все пересчитывать постоянно. Ну, я грубо так говорю, например, и так. Поэтому ты должен или в серую работать, или, значит, уйти из этого бизнеса. Когда вот мы трижды надеялись, что компьютеры нас спасут, у меня жена все сидела дома вечерами и говорила, у меня все в компьютере, все в компьютере, все в компьютере. А потом, оказывается, она приходила на склад, а там ничего нет. Все, что в компьютере, а на складе нет ничего. И что дальше? Вот так трижды у нас было, на четвертый раз я сказал, что все, закончили. Мы сейчас этот бизнес передали фермеру, соседнему. Он, кстати, счастлив, у него получается. И вот он ночует там, да. Вот к вопросу специализации. Но от картошки отказаться я не мог. Понимаете? Потому что это надо быть... Я еще в 2000 году Маккейну говоривал, давай заходи. Ну, спасибо, он-то у него мозгов больше в картошке, он лучше меня понимал. И он понимал, что на самом деле в 2000 году рынок был не готов. Но кончилось с тем, что когда и Берди запретили со мной работать, и Голландцу, с которым я начал... Представляете, я выбирал из Маккейна и Конагра. Это номер один и номер два в мире картофельные лидеры. Мы среди них выбирали, но Маккейн дал хуже предложение, поэтому мы так с ним и не срослись. И вот мы сейчас остались на рынке. Значит, что касается девелопмента... Сколько салата составляет вашей выручки примерно процентов? Вот тяжело. Ну, 15 или 40 процентов. Если брать мою выручку, где я стопроцентный хозяин, то это, значит, наверное, больше, чем 60. Вот сейчас картофель начал работать, он начал сейчас выдавливать. Где я мажоритарий? А как вот посчитать выручку на той же меги-белой даче, где у меня 26 процентов? Или в той же аутлет-белой даче, где у меня 50 процентов? Поэтому тут как-то все это сравнить сложно. Если бы все это было... И поэтому еще раз говорю, у меня девелопмент остался теперь как устойчивая подпитка моей сельскохозяйственной активности и пищевой активности. А девелопмент сейчас уже не связан со строительством, а только с управлением недвижимостью? Только собираем, как говорится, доходы. И вот последний мы должны были строить проект сами. Представляете, с 2000 года мой партнер, он очень любит девелопмент. Я селянин, а он все время в девелопмент тянет. Но он такой стильный парень. И он с 2000 года вынашивал проект. Представляете, нам сделали малоэтажную застройку. Мы сделали проект. У нас был... Сначала Юра Григорян нам сделал. Кто-то из вас, наверное, знает его. Очень талантливый архитектор. Параллельно нам сделал проект другого микрорайона. Значит, Роттердамская компания. Я не помню, как она называется. Очень известная. И другая лондонская компания. И мы уже сделали три микрорайона, чтобы было в конкуренции. В каком населенном пункте? Все на Белой даче. У меня оставалось последние 52 гектара, которые я оставил под жилую застройку. И мы хотели сделать 3-4, максимум 5 этажей, чтобы каждый квартальчик был уникальный, с подземными паркингами, чтобы машины без дворов. В общем, короче говоря, это была лебединая песня. Мы более того, мы даже ЖК-9 назвали. Вот там 9 домов. Мы первый проект построили. Реально. Не самый такой прямо уже изысканный, но все равно очень красивый. Кто-то приедет, даже в интернете можно набрать ЖК-9, да, он высвечивается. Вы не представляете, сколько мне надо было сил, чтобы убедить своего партнера отказаться от этого проекта. Потому что сначала проект был к 7-му году готов. Сначала кризис 8-го года, мы говорим, нет, стоп, 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 бизнес, жилье не пойдет. Потом 10-й год какие-то опять проблемы там. Потом 14-й год. И уже когда в 16-м году, даже американцы, глядя на нас, они просто с нами вместе видели, как мы все это созидаем. Они говорят, ну, так и же быть, мы в маленькую долю с вами пойдем, чтобы вас поддержать. Я уже с американцами подписали контракт. Все, что пойдем, будем строить малое жилье, ну, малоэтажную застройку. И у меня прям, знаете, вот бывает такое, ночью просыпаюсь, мы что, дураки, что ли? Утром набираю телефон, звоню Гордееву в пик. Говорю, Сергей Эдуардович, надо встретиться. Он говорит, завтра можешь подъехать? Могу. Подъезжай. На стройке меня прям встречает. Мы с ним жмем руки. Через две недели подписываем предварительный протокол о намерениях. Через два месяца подписали контракт на 11 лет вперед, на миллиард долларов. Тоже такой. И я сейчас молю Бога, чтобы все было хорошо. Но я, конечно, в этом проекте младший партнер. Потому что я понял, что так строить, как пик строит, дешево, качество, и при этом имея свои заводы, имея как раз вот эти конкурентные преимущества, феньки. А мы пока вот все это, у нас было конкурентные преимущества, вот это качество, качество проекта, но мы его, а, потеряли, б, на рынке это не нужно сейчас. Бизнес-жилье на рынке не востребовано. И мне, со мной мой партнер, так уж по секрету могу сказать, ну, полгода, наверное, не разговаривал. Вот, но сейчас все нормально. То есть он был за красоту, а вы были за бизнес. Ну, иногда надо выбирать. Да. Вот я немножко сейчас хочу отойти, собственно, от компаний, может быть, в том виде, в котором мы говорим, и коснуться темы вашего присутствия, регионов вашего присутствия. Вы рассматриваете себя как локальную компанию, российскую компанию, региональную, или уже глобальную компанию? И второй здесь же вопрос, как вы относитесь к теме импортозамещения? Ну, глобально так как это звучит, конечно, мы еще пока были и остаемся в душе все равно крестьянами, но чуть-чуть выросли просто немножко. А на самом деле, ну, так жизнь оставляет... Голландские крестьяне же глобальными стали? Ну, да, да, да. Ну, и на самом деле, я могу опять-таки еще раз, вот второй раз похвастаюсь. На прошлой неделе, две недели назад, мы единственный из сельхозбрендов признан общеизвестным общероссийским брендом. Кем признан? Роспатентом. Это для нас... Потому что пищевые бренды были и есть, и всего их 207, мы 207. Это среди там Мерседесов, Лукоилов, Вимбельданов, да, так скажем. И вот вдруг мы оказались. Ну, для нас, я считаю, это большая такая победа, да, и уже можно говорить, что мы все-таки в России уже не просто какая-то местная компания. Мы в шести регионах работаем, вот, и будем расширяться, однозначно. Вы работаете в сельском хозяйстве или в продажах? Нет, я имею в виду чисто уже наше производство, да. И сельскохозяйственное или перерабатывающее производство. Вот это чисто уже наше производство. А та продукция ваша в каких регионах? В скольки регионах? До Новосибирской и Тюмени, вся европейская часть, во всех. Если раньше только мы были там пятерочка, глобус, гурме и перекресток там, да, или кто там еще этот, седьмой континент, то сегодня это уже и магнит, и, значит, самые такие дискаунтеры. Ашан, Лента, Дикси. Практически все. Все сети. Значит, мы везде представлены. В общем, пока, кстати, ту номенклатуру товара, которую, значит, мы даем, никто даже близко дать не может. Потому что с нами конкурируют новые вот производители, и они могут нас там отжимать, извиняюсь, в Макдональдсе, в Бургер Кинге. Ну и, кстати, не всегда красиво. Почему? Потому что мы крупная компания, мы не можем себе позволить опять-таки серые схемы. Маленькие компании, они, знаете, где-то каких-то узбеков набрали без паспортов, безо всего, без налогов, безо всего. Мы это все видим. Где-то границу объехали с той стороны. Ну, я все это вижу, а ничего поделать не могу. Ну, приходится своим, говорю, ребят, ну, надо пережить это время. Мы за счет объема должны жить. Пусть у нас будет наценка меньше, но зато будем за счет объема выигрывать. Ну вот, но без ложных... Вы допускаете себе, что вы перейдете за границы Российской Федерации с каким-то из ваших продуктов? По картошке мы уже в 8 стран, несмотря на то, что картошки не хватает здесь, мы в 8 стран уже экспортируем. А зачем, если есть здесь спрос? Тренироваться надо, рынок надо. Тем более, там вот Саудовскую Аравию отправили, две недели шел груз, сейчас две недели реакции от них не можем понять. Надо все отработать, надо людей узнать, надо... И это не такие... Это не ради объемов, это чисто репетиция. Потому что когда завтра... Мы сейчас думаем уже о второй линии, значит, и когда завтра будет картофель, то нам надо иметь... Нельзя только на внутренний рынок работать. И более того, я хочу сказать, я пока не могу говорить детали, но как раз наша сейчас команда в Европе, и мы с нашими европейскими партнерами сейчас разрабатываем технологию производства бэби-ливов именно, которым мы сможем выращивать эти бэби-ливы и в Магадане, и в Саудовской Аравии, и в Китае. Бэби-ливы – это руккола, руккола все знают. И маленькие салатики. Даже вот есть бэби-айсберг, да, бэби, ну, маленький, да, там, тацой, митсуна. Молодежь, как правило, это очень любит. Это самый дорогой салат. Ну, по мне, он самый вкусный, да, и самый полезный, честно говоря. Он растет буквально 20-22 дня, поэтому он... Там не надо никакой ни химии, ничего, что называется, это прям детишки такие, да. Вот если эта технология пойдет, то мы и в Европу пойдем. Премиальный продукт, да? Да. Это будет премиальный продукт, но главное его дать хорошее качество. Вот, а то, что сейчас у нас получается, даже руккола лучше, чем самые классические технологии. Хорошо. По импортозамещению, Виктор Александрович, вот после 2014 года по понятным причинам была объявлена политика импортозамещения. Многие сельхозпроизводители легче вздохнули, потому что их конкурентов отстранили, по крайней мере, на время. Вот насколько это было полезно для сельского хозяйства и для российских потребителей, потому что, не секрет, иногда это свелось к тому, что российский производитель просто взвинчивал цены, оставшись вне конкуренции, не сильно занимаясь развитием, увеличением качества, объемов и так далее. Ну, в целом, для аграрного сектора это однозначно был плюс, в целом, особенно для производителей сыров, но только для них, а для молочников нет, потому что у них молока не хватало и не хватает. Огромный плюс получили тепличники, особенно после того, как им стало помогать правительство, и я этим тоже воспользовался. Я очень долго ждал, когда же у меня все-таки тепличный кабинет, который мы тут начали сокращать под Москвой, я долго ждал перебраться, уйти в другое место, поверьте мне, это непросто, поднять такую махину и уйти. Мы сейчас в Кисловодске построили, в седьмой световой зоне, самое светлое место в России, знаете, какое? Кисловодск. И еще Карачаево-Черкесия. Там улитка такая. Количество солнечных дней в году, да? Именно в году, да, и особенно зимой. Вот именно зимой к тепличнику нужен свет зимой, летом его везде. В Архангельске даже больше, потому что там белые ночи. Поэтому нужно зимой. Вот это самое светлое место, и мы там построили прекрасный роботизированный, кстати, комбинат. Он пока не дает прибыли, потому что роботы в России, это дорого. Но мы упрямо занимаемся, я уверен, через пару лет даже роботизированный комплекс, салатный, будет давать прибыль. Но помидоры уже дают прибыль. И да все получили положительный резонанс, кроме нас. Потому что нам взяли и взорвали рынок, который мы создавали, рынок сырья. Потому что мы очень долго воспитывали своих местных, по салату я имею в виду, своих местных. Но, извините, айсберг я не могу вырастить зимой нигде в России. Потому что в теплицах он очень дорогой становится. А в открытом грунте у нас, я сейчас сегодня посмотрю, в Краснодаре минимальная температура за все... Вот сегодня прям смотрел. Минус 32 градуса. Знаете, нет? В Краснодаре самая минимальная температура. Поэтому какой айсберг? Значит, мы в Турцию его перетащили. Взял там с самолетом проблема. Нас, мы вынуждены, нам перекрыли кислород, и я пять лет закрывал там компанию. Значит, мы побежали, когда нас выгнали из Европы. У нас мы комфортно жили. Мы, значит, декабрь-февраль мы везли сначала с, значит, с юга Испании, потом с юга, но с гор Испании, потом с Италии, и все. А потом Краснодар, Крым даже тогда еще возили, да? И у нас очень все было комфортно и правильно, когда тебе в одночасье все перекрывают, все, что такое. И вообще, как мы выжили, не знаю. Вот. За два-три месяца мы освоили Тунис, Марокко, значит, Турцию, Египет, Израиль. У нас и с ними всегда у нас были палочка-выручалочка, но они дорогие. Вот. Они очень дорогие. Они в два раза дороже. Их только можно, как говорится, так вот, ну, на всякий случай иметь. Значит, сегодня в Иран зашли. Научили, где-то научили, а где-то молодцы. Иранцы, кстати, очень обучаемые ребята хорошие. Вот, правда, чемоданами деньги таскают там, ну, не из-за того, что они плохие, потому что у них банки, вы знаете, у них там проблемы. Но культура производства овощная там уже на хорошем очень уровне. И вот сейчас вот, я вот своим уже говорю, ребят, наладили контакты с Ираном, ну, ставку на него делать нельзя с нашими политиками. Видите, что творится? Какие-то корабли там, персидицы. Казалось, простые крестьяне, какой-то там салатик. А вынуждены заниматься геополитикой, чтобы, значит, о! Чтобы вы могли по утрам есть салаты. Видите, теперь вот я должен по салатам очень аккуратно говорить. Вот, да, вот мой, ну, что же уже раз, это вот как раз, конкурент? Нет, это выпускник, значит, Сколкова, МБА, который еще не получил диплом. Это мой сын, Антон Семенов, как раз он гендир по салатам. Поэтому я сейчас, когда его не было, я могу тут что-то приврать, а теперь попробуй приври, я еще что-нибудь лишнее скажу, такой вообще караул. Уволят завтра меня, и все. Может? Может, да? Ну, я шучу, конечно. Вдруг это так заведено. Я вот хотел еще задать вопрос по поводу персонала. Я, кстати, хотел извиниться, мы 8 часов перейдем к вопросам из зала. И я, к сожалению, должен покинуть, потому что у меня через 2 часа 20 минут самолет в командировку, и дальше вопросы будут мои коллеги помогать задавать. Виктору Александровичу. Вот по поводу вашей команды. Вы предпочитаете вообще всех выращивать внутри, или вы все-таки берете свежую кровь с тем, чтобы какая-то культура новая появлялась? Если да, то где вы их берете? Как вы их обучаете и как вы обучаетесь сами? Ну, у меня есть недостаток. Я очень тяжелый с людьми расстаюсь. Я единственное, когда предательство, тогда я очень жесткий. А если человек даже не тянет, что-то не складывается, я буду до последнего всех уговаривать, ну, дайте еще шанс, дайте. Вот, поэтому все-таки основу мы пытаемся своих выращивать, да, но обязательно берем всегда вливание. Это все-таки, ну, это принцип агрономический, изотехнический. Надо вливать новую кровь. Гены должны новые вливаться. Иначе будет застой, иначе будет, значит, и поэтому, и даже так вам скажу, вот когда революцию, когда я вам говорил про революцию, когда вот Щедровицкий был, да, Петр, а Георгий, это его отец. Конечно, конечно. А у него еще сын, короче, это с внуком он, получается, уже был, поэтому теперь я все понял. Так вот, в те времена, мы, представляете, взяли каких специалистов? Из Макинзи, PricewaterhouseCoopers, да, конечно, это уже, я только знаю, как я им зарплату платил, и как я скрывал их зарплату от основных сотрудников, да, потому что... Их не разорвали. Конечно, они бы их разорвали на части. На удобрение. Да. Потому что, вот тогда я ввел, помню, значит, до того я там по-советски говорил, всю зарплату надо вывешивать, чтобы все знали, чтобы стимулировать, а потом понял, что она только ссорит, и ничего от этого доброго не будет. И я, наоборот, все это закрыл за семи печатями, и те топы у нас, которые были, особенно такие, мы их называли иностранцы, хотя они были наши русские, но у них же мозги были иностранные. из Макинзи человек, представляете, приходил. Конечно, у него мозги совершенно другие, вот, но я считаю, мы прорыв только из-за этого сделали. Кстати, сейчас вот ребят тоже набрали, вот Антон набрал себе молодых таких агрессивную команду, надеюсь, что тоже, ну, надеюсь, и на прорывы. Нам нужны прорывы. Мы сейчас вот, ну, вот у нас даже Белая дача в прошлом году было сто лет. Вот у нас сейчас мы работаем под сто лет. Как предприятие? Да, а родилась Белая дача как артель труд, сельхозартель труд в восемнадцатом году. И мы это все раскопали до, до самых, это очень тоже важно, понимаете, у нас, вот у нас, например, работают династии, последние династии 140 лет, сейчас теперь у них уже больше, там, 4 поколения, да, Антон? 5 уже поколений, да? И где-то за 140 лет, представляете? Но вот для нас это очень важно, вот если вы говорите о персонале. Вот это преемственность, когда бабушка приводит внучку, плохое место не приведет. И поверьте, это она не в контору приводит, не в офис, и такие бывают, вот эти, среди этих 5 поколений, там есть и, значит, рабочая, да, и бригадир есть, и есть инженер, да, и есть, и опять пришла, значит, там рабочая, да, ну не, назовем так, простая рабочая, да, хотя у нас там простых уже нет, то, что такое оборудование серьезное, ну вот, поэтому для нас это очень важно и вот заканчивая все-таки ответ на ваш вопрос, для меня это очень принципиально, есть разные системы формирования коллектива, был период, когда у меня молодых ребят я тогда набрал, которые, собственно говоря, и сделали мне такую инновационную, и development этот ввели, потому что я сам бы, честно говоря, не допетривал бы до их вещей, но у них был такой подход, они приходят, помню, говорят, какой-то там был у нас электрик, он был и электрик, и сантехник, кто там он еще был, ну еще что-то такое, короче говоря, это было, знаете, и все главное, главное все делать профессионально, и был незаменимый, ночью авария, там все бросает, приходит, и они говорят, увольняем, да, он там что-то, грубо разговаривает с начальством, я говорю, вы узнали, может там в семье что-нибудь у него, ну мало ли, ну поговорите по-человечески, да, дословно фраза говорит, да мы им такие бабки платим, я еще там буду с ним разбираться, говорит, и прочее, и прочее, я говорю, слушай, тогда я тебе по-рыночному объясню сейчас, как ты не прав, вот я говорю, над тобой начальник, вот получается, то, как ты себя ведешь, я должен этому электрику платить за вредность, потому что ты его не уважаешь, он в неуважительной обстановке, при прочих равных, он уйдет на ту же зарплату, он там, где к нему уважительно, и с достоинством относится, а я говорю, а зачем ты мне такой нужен, почему я должен тебе дополнительные издержки вести, ты просто не хочешь с ним по-человечески поговорить, не хочешь спросить, как у него настроение, не хочешь узнать, как у него дома дела, что, тебе тяжело, что ли, у тебя не такой большой коллектив, я никогда не делал вид, что я все знаю, да, когда ты просто видишь человеку тяжело, ну подойди, что думаете, даже когда я был в управляющем отделении, что я знал, как у кого в семье, ну у кого проблемы, у него по глазам видно, подойди, поговори, и все это будет, и для нас важно, чтобы у нас было, знаете, такое ощущение семьи, понятно, что это идея, не идея, идеал, к которому вы никогда не дойдете, но стремиться к этому надо, и кстати говоря, всегда в основных советских предприятиях, успешных, всегда это культивировалось, и знаете еще где? В Японии, точно такая же система, советская, японская, назовемая система, вот именно по этому, значит, поддерживать значимость человека, как у нас знаменит, кто эту значимость, это создатель был, Карнеги, Дэйл Карнеги, это же его, да, вот, и, если вы это создаете, и вот заканчивая опять-таки вот эту тезу, да, случай, как раз Антон только-только стал молодым директором, да, ну вот, звонит мне, пап, так и так, беда, автобус там где стоял, рабочих забирали от метро, значит, сбивает девчонку, у него двое детей, мать-одиночка, помоги, ты там, у тебя, ты знаешь главврача, в Склифе, позвони, на самом деле мы дружили и дружим, вот, я звоню, потому что, ну, знаете, спасать девчонку надо, все отправили, и на глазах у людей же все это было, к вечеру Антон мне звонит, а мы, разумеется, там все, ну, порешали себе какие-то нужные финансовые вопросы, все решили, Антон мне звонит, а у нас там есть такой, как интернет внутренний, люди собрали деньги, и принесли их Антону, в конверте, Антон мне говорит, слушай, что делать, тут такая, говорит, сумма, я, говорит, я сейчас скажу, это, говорит, против девчонки пойдет, ну, народ начнет завидовать, люди же слабые люди, но начнет завидовать, лучше бы я под автобус попал, понимаете, да, он говорит, начнет прыгать под автобус, я говорю, Антон, давай так, ты мне не говори даже, чтобы меня не искушать, где-нибудь сболтнул, да, с Колкова, буду выступать, вот, ты, говорит, даже мне, дословно так было, ты, говорю, и отдай, и ей скажи, чтобы она никому не говорила, вот, но, понимаете, для нас это был показатель, понимаете, это, это семья, вот, это уже семья, вот, вот, когда мы к этому, и еще один момент, буквально, я понимаю, торопишься, да, но очень важный момент, середина 90-х, когда были эти Гусинские, Березовские, у всех, такие эти охраны, я говорю, слушай, а мы же тоже были уже тогда, такие уже разрастались, и, на слуху были, я говорю, слушай, давай их служба безопасности тоже делать, мой партнер говорит, зачем, я говорю, не, разворуют, говорю, потом эти бандиты вокруг ходят, говорю, надо будет, короче, говорю, не буду длинно рассказывать, взяли мы там одного офицера, тогда КГБ, хороший, к себе мужик, потом оказался контуженный, правда, вот, значит, и, короче, он берет 4 человека, я говорю, все нормально, давай там, вынужден был купить эту ему всякую аппаратуру запретную, который смотрит, видит там, подглядывает, прочее, вот, через буквально 2 месяца уже 30 человек, но это полбеды, через 2 месяца я захожу в офис, и захожу в другую компанию, все смотрят, шушукаются, друг с другом не разговаривают, кофе пьют по углам, никто, ни с кем, короче, я попал в другую компанию совершенно, и мы с Володей сели, своим партнером, я говорю, Володь, ты прав, давай, столько, во-первых, сколько они стоят, столько не украдут, говорю, у нас белая компания, говорю, во-вторых, ну, это другая компания, люди просто как в тюрьме в какой-то, знаете, как сидят, даже перемолвиться боятся, понимаете, я говорю, все, и знаете, как мы этих убрали, и сразу все так, вау, и надо доверять, в этой ситуации всегда проблема, что их дорого нанять, но уволить еще дороже, это отдельный разговор, кому будет интересно, расскажу, не надо, не здесь, коллеги, я прошу прощения, я убегаю тогда на самолет, и мои коллеги помогут, Виктору Александровичу уже вопросы из зала, вот коллеги с табличками, с микрофонами, пожалуйста, пожалуйста, так, а я хотел, хотел небольшой подарочек вручить, а где Марина подарок, а во, я не знаю, может, конечно, не по протоколу, вы знаете, это, это, не, можете, можете, это, как бы, как бы, советы, просто, это вот вино мы делаем в Провансе, вот, оно называется бланк, белатый Прован, белая, белая дача в Провансе, да, вот, это единственное вино, где, белая, здесь, здесь, нарисованное здание, белая дача, да, и, подпочитая такая же депута, строительная зону перелом, посольство Франции, даже, в юридическом франции, в том числе, это, и посольство, это, мне кажется, перезинственное вино, где явная российская французская дружба премиума заценирована. Спасибо. Что же есть, подсветный пазанок? Динамо не первое, но у тебя, да, да, спасибо. Спасибо. Один из них. Виктор Александрович, благодарю вас за прекрасную беседу. Скажите, пожалуйста, какие три главные ошибки вы совершили и уроки, которые вы извлекли? Благодарю. Даже, может, не скромно, но вот каких-то таких серьезных ошибок, прям сейчас сходу в голову, ну, в людях ошибался, да, не считаю, что это ошибка. Ошибался, предавали, предавали дважды, друзья предали, с которыми начинал вообще прям, да, и я им простил, мы даже общаемся иногда сейчас, не дружим, конечно, но общаемся. Вот, дважды партнеры предавали, но это не ошибки. Мне говорили, вот ты такой доверчивый, там, прочее, прочее. А как не доверять? Без доверия не может быть. Знаете, мне фраза нравится Шукшина, Василий Шукшина сказал, говорит, если, говорит, вам удалось кого-то обмануть, не думайте, что вы умнее его, просто вам доверяли больше, чем вы того заслуживаете. Да, и вот этот момент, кому сколько заслужить, я очень рад, потому что у меня один партнер, с которым мы в свое время по рукам ударили, он у меня главный партнер, партнер, вот мы с ним уже 25 лет, слушайте, и он миноритарный партнер, но у него есть, мы никогда даже не договаривались, но априори, он просто это знает, что у него есть право вето, что мы всегда должны найти консенсус. Да, вот когда что-то у нас, вот недавно из-за этих вот домов, с пиком идти или самим строить, ну, честно говоря, прямо на грани развода были. Хорошо, что там вот его, его товарищ уже, вот, он его как-то так, он оказался на моей стороне и его убедил просто, да, вот, ну и слава богу, сейчас все развивается нормально. Какие еще ошибки такие серьезные были? Ну, когда там слишком разбрасывался в начале, в конце 80-х, в начале 90-х, ну, это тоже объективно. В советское время нам ничего не давали, и тут вдруг вот лафа, свобода, что хочешь, делай. Конечно, хочется и донтистом побыть, и собаководом, ну, ниши, видишь, пустые, и начинаешь их занимать, 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 понимаешь, правильно Андрей сказал, что концентрироваться надо, поэтому мы оставили два направления сейчас, реально, в которых мы, и опять, смотрите, ведь реально у нас одно направление, салаты, где именно это мы, лидеры, да, и мы, это наша, наша, наша голова, значит, в картофеле мы, хотя мы жаритарии, но там лидеры не мы, там наши партнеры, которые номер один в Америке, номер один в Европе, номер два в мире, поэтому мне в этом очень в плане комфортно, те же аутлеты мы делаем в Heinz и Real Estate, в тройку самых крупных девелоперов мира, да у меня голова не болит, о том, как, во-первых, я знаю, что они никогда ничего не украдут, потому что все абсолютно прозрачно, все сделано по мировым лекалам, да, и точно они никогда не пойдут к каким-нибудь там коррумпированным силовикам против меня какие-то там шарады разговаривать, да, и они точно тоже знают, что я этого никогда не сделаю, поэтому нормально, спокойно работаем, вот не знаю, может он Антон подскажет мне какую-то мою ошибку, нет, ну, одна из ошибок, наверное, я вам сейчас скажу, что я жену от бизнеса не отвел раньше, ну, чтобы вы знали, как начинался бизнес, я приехал с командировки из Канады, вот, и в захлебе я начал рассказывать, как я был на одной семейной ферме, которая занималась цветами и вот этими газонами, и именно была семейная ферма такая, и там такая была идиллия и прочее, вот, наутро она проснулась и сказала, говорит, а дай мне в аренду магазин, у меня тогда была торговая фирма своя, вот, мы там пытались сами продавать, вот, тоже была ошибка, кстати говоря, вот, ну, по тем временам, это было модно, конечно, глупо было заниматься еще, была торговая фирма, Белая дача так и называлась, да, ну, значит, и я тогда, значит, понимал, что все равно все это ко мне придет, а она очень креативный человек, бывает вот человек, который, она, я доверяю людям, она еще больше доверяет, и она креатив, она живет бизнесом, но она не, не может спросить, что называется, да, человек все-таки должен как-то иногда в глаза посмотреть, да, так, говорится, так, и как-то поговорить серьезно, да, и, короче говоря, ее один раз обманули, два обманули, три обманули, ну, честно говоря, для бизнеса это было дорого, потому что мы создали много фирм вокруг себя, за свой счет, конкурентов все создавали, понимаете, ну, ну, как-то это, ну, глупо и обидно, и не нужно совершенно, вот, в этом плане, вот, наверное, надо было это делать более решительно раньше, ну, тоже жалко, понимаете, как, сейчас она, я думаю, не жалеет абсолютно, ну, ей было тяжело, у нее тоже, человек, она такой амбициозный, вот, сейчас она нашла свой талант, художницы стала слушать, такие картины рисует, я так думаю, что если сейчас не мешать, и глядишь вообще, наконец-то заработаем. Добрый вечер, друзья, меня зовут Алексей, я из Волгограда. Игорь Александрович, спасибо большое за приятную беседу. Вопрос такой вот, сидимый, очень чувствуется такая позитивная энергия от очень сильного человека, скажите, как вы, ну, баланс такой с самим собой нашли, да, как вы его восполняете, может быть, какое-то у вас там хобби или интересное, у вас очень приятно слушать, вот именно про баланс. Спасибо, спасибо, ну, я вам хочу сказать, я заряжаюсь, я люблю дарить себя людям, и я знаю закон, чем больше даришь себя, тем больше получаешь в ответ. А еще у меня подпитка серьезная такая, я прямо вот с такого возраста, я же деревенский парень, вот, я, вот если я не побывал в выходные на природе, и мне нужна такая все-таки, ну, девственная природа, парк для меня это, ну, где много шума, гам, там, хотя это, если ничего другого нет, и парк подойдет, да, но мне нужен, чтобы так вот лес, река такая, вот, чтобы уединение какое-то было, да, вот поэтому, значит, в свое время я брал там, самое любимое занятие, это в саду, я садовник по духу, да, люблю формировать деревья, смотреть, что с ними будет через 15 лет, вот это для меня прямо вот кайф, я его формирую, думаю, так, через три года я вот эту веточку уберу, вот это туда пойдет, вот, например, вы идете по парку, да, вы, как говорят, для вас просто деревья, или как трава, да, для меня, оно каждое имеет, я вот могу смотреть, оно имеет, я даже думаю, вот мой сын вряд ли замечает такие вещи, а я их замечаю, для меня это, это мое, да, вот, и потом я очень люблю грибы собирать, но грибы это неделя, две в году, больше всего, правильно, вот, поэтому я начал ходить на рыбалку, потом стал охотником, когда стал чемпионом, вот охота, это вообще, особенно горная охота, это вообще, вы не представляете, какая зарядка там происходит, когда вы уходите на неделю, никакой связи, тишина, покой, но потом стал чемпионом мира, да, задобыв самого голубого Китая, самого большого голубого, не самого голубого, а самого большого голубого китайского аппарата, ну вот, на Тибете, кстати, с сыном были, на пять тысяч метров поднялись, я там чуть сына не потерял, потому что у него началась эта болезнь, как эта горная, значит, потому что поднялись сразу наверх на такой, так не делают, ну, молодые еще были, дураки, ну вот, и я себе сказал, хватит, хватит стрелять, потому что на охоте все хорошо, но когда стрельнешь, вот эта мертвая тишина, одно дело, когда тишина, другое дело, мертвая тишина, это совсем другое, жалко природу, ну, и потом, это же такая трофейная охота, получается, ни мяса, ничего, вроде как, ну, рога, да, друзьям показать, это все здорово, но я стал вот фотографировать, и как раз потом, вот, когда фотографировал, уже разные, а потом вспомнил, что я же, горы для меня всегда были главные, я вот сейчас с гордостью могу вам сказать, что-то издал книгу про горных козлов и баранов, оказывается, у нас Россия богата не только, значит, дураками и плохими дорогами, и не только двуногими козлами и баранами, но и четвероногими, мы номер один в мире, девять, девять видов, без подвидов, потому что подвидов там насчитывают охотники, десятки, во всей Европе семь, во всей Северной Америке пять, там тысячи фотографий, правда, книг тоже ни одной нет, а у нас и фотографии, вот я некоторых снимал, вообще впервые снимал, ну, да, мы лицу местные там снимали, что-то такое, а так, что профессионально, никто вообще не снимал, например, там Амурского Горала, я их всех отснял, еще плюс кучу собрал литературы такой, я потому что все-таки биолог по натуре, агроном, ну, биолог, и мне это было удовольствие, вот сейчас пишу книгу, значит, про властелин и вершин, я тоже долго думал, как назвать, ну, «Козлы и бараны России», хотите еще один, юмор, я вот назвал «Властелин и вершин России», в прошлом году, февраль, март месяц, середина января, два месяца, спасибо мэру города, Собянину, он дал мне бесплатно напротив пушкинского ресторана, знаете, тут есть фото-выставка, два месяца, свободно, ну, и приходят чиновники из мэрии, говорят, вот так и так, надо обговорить, как будет называться выставка, там-то, ну, всякие организационные вопросы, я говорю, «Властелин и вершин России», он так задумался, надо поменять, я говорю, не понял, я говорю, три года, пока писал эту книгу, я долго, я не могу, у меня нет других идей, я говорю, за три года ничего другого, говорю, «Что, козлы и бараны России?» «Ну, это лучше», он говорит, я говорю, «Тогда отменяйте выставку, я ничего не буду делать», ну, в общем, я говорю, «Я менять ничего не буду, не надо мне этой вашей выставки, перебьюсь», вот, и он ушел, ну, проходит месяц-два, значит, я прихожу на выставку, я забыл про этот разговор, думаю, они все приняли мою идею, все как, вот, прихожу на выставку, а баннер этот входной, они печатали, это не, я сам фотографии напечатал, а баннер, это, ну, как они организаторы, они все это сами делали, прихожу и смотрю, что-то не то на баннере, и никак не пойму сходу, знаете, так вот, головой верчу, потом читаю, «Властелин и вершин, точка, Россия», вы знаете, почему все это было? Я его спросил, говорю, «А что вам мешает?» Ну, вы же знаете, что в марте какое будет событие, а вдруг пресса все это увяжет? Я говорю, «Слушайте, вы на самом деле, что ли там все эти самые козлы и бараны, о чем вы, говорю, думаете? И на полном серьезе, говорит, отменяй название, и все». Ну, вот они нашли выход такой, что вроде как не сталкивают. Ну, бывает, вот чиновники, они иногда очень сильно страхуются. Да, пожалуйста. Извините. Здравствуйте, меня зовут Белякова Юлия. По поводу козлов и баранов, России, точек и так далее. Все-таки немножко про контроль. Да, учитывая, что у нас их много в стране, о контроле группы компаний. Безусловно, я уверена, да, это даже скорее не вопрос, а, наверное, утверждение, что в группе компаний есть аудит, но очень часто владельцы бизнеса аудит воспринимают как… Вы кто аудитор? А, ну да, бухгалтерия. Аудиторы — это, скажем так, оценка эффективности бизнеса, это советник бизнесу, это советник владельцев, оценивающий бизнес, предлагающий какие-то варианты. Вот когда вы говорите, я с партнером обсуждаю, вот идеально, а давай спросим у аудитора, что он тоже думает. Безусловно, это образованные люди, это разносторонние и так далее. Вот как вы видите, не только есть ли у вас такой аудит, а пользуетесь ли вы его, скажем так, компетенциями, двигаетесь ли вы к тому, что это не просто, как мы привыкли с советских времен, да, вот может быть кто-то помнит так называемую икру, да, пришли, нашли ошибку, головы снесли, все довольны, да, а видите ли вы, скажем так, в своей компании людей, которые бы действительно были вам советниками, действительно были, оценивали бизнес и были бы независимы от ваших руководителей компаний, подчиняясь исключительно совету директоров, потому что основное, безусловно, должна быть независимость. Вот, скажем так, вы используете этих людей, они у вас есть, не для галочки, а в реальной жизни. Спасибо, ну, вы понимаете, что все вот эти международные же компании, там как раз все это поставлено очень жестко и очень правильно, да, что касается чисто уже наших таких вот домашних компаний, ну, могу вам сказать, что вот финансовый директор, это, значит, невестка, да, и не просто невестка, а она вчерашний аудит Макинзи и прайс Ваттерхаус Куперс, она сама подобрала другого аудитора из такой же подготовки, из таких же систем, и я, честно говоря, если мое мнение спросите, да, вот, я сам лично туда не, я вообще не люблю цифры, вот, особенно, чем старше, тем больше, я больше люблю строить и не люблю эксплуатировать, вот, но как раз вот они, эти люди вот с таким мышлением, да, они это как раз моя надежда и опора, в том плане, что они дотопывают, до влазят, до скребывают все эти вещи, и мне как-то здесь спокойнее, потому что сам я это, очень честно говоря, не люблю, и как-то мне больше, вот, козлы-бараны мне ближе. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Айрат Фарахов, выпускник Ембы, Сколкова, депутат Государственной Думы, мой вопрос, ну, в целом, ряд коллег, и вы которых прекрасно знаете, Государственной Думы считают, что проблемы экономики Российской Федерации лежат вне сферы экономики и финансов, вот, как вы считаете, правы эти коллеги или нет, и какая ваша позиция, у вас огромный опыт работы, в том числе и там, и тут, ну, и хотелось бы, вы как-то сказали, я внимательно вас слушал, что там тогда была одна политика, а сейчас как? Ну, такой широкий очень вопрос, ну, я вам хочу сказать, что нам в этом плане повезло, наш сектор салатный, он уж точно не политический, и мы не агрохолдинг какой-то такой, да, который там региональный, некий, ну, слово не люблю, олигарх, да, ну, такое олигархическое положение, которое там занимает, поэтому мы в политику точно не играем, было время, вы меня как коллега по депутатской деятельности поймете в первую очередь, было время, когда я, например, пошел в политику, будучи бизнесменом, потому что, ну, если бы мы такие не пошли бы, мы тогда нужны были, именно, потому что создать институт наших представителей там, времени не было, а туда пришли люди, ну, просто выброшенные из школ, из лабораторий научных там, да, которые вообще не знали, что такое бизнес, не знали, что такое зарплату людям дать, что такое, ну, что такое предприятие, да, они, ну, такие были, как правило, популисты, и надо было сдерживать, я помню, даже как был период, я, чтобы так, слово сказать, я был трижды депутат городского совета, два же депутатам областной думы, и три же депутатам, значит, государственной думы, и был период, когда я это совмещал в начале, и это, и это было возможно и полезно, потому что мы, как говорится, наш голос бизнеса был слышен там, да, там, где принимались законы, но, вот, например, даже в третьей думе, я, например, реально еще чувствовал, что, ну, я нужен, честно говоря, да, а потом мне стало там неинтересно, потому что в думе поменялись правила игры, значит, дальше я не хотел бы туда углубляться, вот, но я привык быть лидером и в политике, если я занимаюсь в политике, я должен быть и лидером в политике, а когда я просто исполнитель, мне это неинтересно, я вернулся в бизнес, и единственное, что вот я, наверное, правильно очень сделал, когда я вернулся в бизнес, еще, нет, из правительства еще вернулся, когда еще, это 99-й год, а поставил молодых ребят вместо себя, я же не знал, что два правительства, все будет один год, я думал, что, что мы там поработаем какое-то время, а тут получалось, правительство Кириенко, правительство Примакова, всего было чуть больше года, да, и отставка, конечно, я еще был молод, полный энергии и прочее, и мне очень хотелось взять руль на себя, но я понимаю, сейчас, если возьму, в первую роль опять встану, молодежь и ребят, которым я уже почувствовал вкус руля, они уйдут, а тогда я буду строить улучшенный совхоз, это не то, что я хочу, я тогда взял и сказал, хорошо, окей, ребята, крутите педали, и так сложилось, я пошел в Думу, да, и реально работал, активно работал в Думе, потом мне реально стало, я почувствовал, что это не для меня, вот, кстати, я хотел уйти даже еще в четвертой Думе, ну, вы знаете, вход в политику рубль, выход два, поэтому так просто оттуда не уйдешь, ну, слава Богу, ушел, и я сейчас в этом плане абсолютно счастлив, вот, ну, и сказать, то, о чем вы говорите, вот, в тех сферах, где мы работаем, мы этого не чувствуем, и молим Бога, чтобы никогда это всех тех теневых ситуаций, которые, к сожалению, есть в экономике, чтобы нам их не коснуться. Добрый день, Виктор, меня зовут Андрей, и я работаю в компании, которая занимается переработкой биологических отходов, поэтому мне интересно, как вы, как вот агрохолдинг, агрокомпания, со своей стороны занимаетесь этим вопросом, именно переработкой, то, что у вас, возможно, остается, ну, наверное, это определенно остается что-то в процессе производства, вот, и как вы решаете эту проблему, потому что мусорный вопрос сейчас, ну, достаточно актуален в России. Абсолютно с вами согласен, в свое время много видел, как это делается в Канаде, там они во многом преуспели, особенно вот органические отходы, переработка там, да, очень хотел у себя в России такое сделать, но себя сдержал, сказал, что не надо, не надо, успокойся, до 10 до счета, и отдай это, подожди, когда другие займутся. Вот, сейчас, например, мы все, что можем, утилизируем у себя внутри, на, например, у нас есть свой конный спортивный клуб, у нас все отходы морковки, наша конюшня, единственная, наверное, в мире, где лошади получают, где лошади получают каждый день минимум 2 килограмма морковки, для всех остальных, потому что для всех остальных это слишком дорогое удовольствие, а что там, обрезочки свеженькие, у нас даже в ресторане, из этих, ну, правда, при конно-спортивном клубе, там ресторанчик такой домашний сделан, там делаются, значит, соки, из этих свеженьких, вкусненьких отходов, единственное, что не можем сейчас утилизировать, как раз вот недавно с Антоном разговаривали, вот он какой-то сейчас нашел вариант там облегченный, но ждем, когда кто-то будет забирать у нас наш салат, ведь прекрасный материал, там же куча листа остается, но лошади не дашь, у него туберкулез будет, потому что там есть торф, да, а утилизировать пока никто не берет, поэтому мы сейчас отжимаем, сжимаем, но нет, нет, к сожалению, пока таких вот устойчивых сбытов, по картофелю мы все решили на корм скоту, пока, но на днях будем, уже в этом году будем ставить линию, и вот эти коротенькие всякие картошинки, из них будем делать пюре, а из пюре уже будем делать эти всякие котлетки там, всякие ролики там, чипчики, ну не чипсы, формочки всякие, вот, поэтому у нас, мы стремимся к безотходным технологиям, это наша креда тоже, честно говоря, удовольствие получаешь от этого, да, если посмотреть наш тепличный комбинат, у нас даже ни одна капля дождевой воды никуда не уходит, все в круг идет, вот, для нас это просто, ну, это экономика, кстати. Можно вопрос? Да. Да, из зала, можно вопрос? Чего у тебя с рукой скажи? Вчера был нормальный. Это вот сейчас продолжение, насколько часто мы увидимся. Антон Семенов, ЕМБ-25, Сколкова, выпускник, executive MBA, 25, я здесь отучил за полтора года. Я уже сказал об этом. Я очень рад, что мы сегодня здесь собрались, и для меня особенно дорого пообщаться. Знаете, первое, хотел спросить, мы не часто видимся, как дела? Ну ладно, слушай, отчаяненько. Мы на самом деле, это он немножко утреет, на самом деле, редко видимся, но как раз два дня назад мы приехали всей семьей, я взял всех внуков. У тебя есть на все ответ. И мы проехали, всем вам рекомендую, называется Русский Север. Мы проехали в Аллаам, Кижи, Свирский монастырь, по реке Свирь. С Рубином Корливановичем. Значит, проехали, Ферампонтов монастырь, Кирово, Белозерский монастырь, прекрасная природа, просто великолепная. Всем рекомендую. Папа, если серьезно, я думаю, всех, кого-то, я уверен, точно это волнует. Хотел задать тебе вопрос. Тема наследствия, династии. Еще и будут вопросы? Как вы к этому относитесь? Ты лучше меня знаешь, ответ на этот вопрос. На самом деле, мы как раз сейчас очень плотно работаем со Сколково. И мы сейчас делаем проект по наследованию. И я сделал первый этап каких-то такие первые шаги по передачу. Ну, я вот прессы не могу сказать. Наступил период, он уже не первый год директор. Я его, кстати, можно сказать, так скажем, насильно, принудительно, добровольно, принудительно он стал директором. Просто я ему сказал, или сейчас, или, возможно, никогда. На самом деле, он был тогда еще не готов. Я это видел. Но я говорю, слушай, я начинал на Белой Даче, когда меня ни сверху, ни снизу, ни сбоку никто не поддерживал. А у тебя здесь хотя бы сверху есть поддержка. Я верю в тебя, давай вперед и с песнями. Ну, ему было тяжело, на самом деле, первое время. Он не стонал, ничего. Но наступил период, я понял, что ему просто неинтересно быть только наемным менеджером. Что ему уже как-то, знаете, хочется. И когда-то он даже проговорился так вскользь, помнит он это или не помнит. Он говорит, пап, ну, ты знаешь, гендир, да, папа, ты хорошо ко мне относишься, я вижу, ты меня любишь, да, но завтра, у меня, говорит, трое детей, завтра вдруг что-то не понравится, и я останусь неудел. А у меня трое детей, я за них, за материальную их составляющую головой отвечаю. Поэтому ты что-нибудь подумай, все-таки как-то мне, или ты мне что-то предложи, или я вообще буду искать, создавать свой бизнес. Потому что я не хочу быть просто всю жизнь наемным менеджером. Вот. Ну, и я, короче говоря, вынужден был сделать первый шаг. Сейчас вот мы вместе командой Рубена Варданяна, углубились в эту тему. На самом деле, я не ожидал, что это так все серьезно. Вот. И, наверное, это правильно. Вот. Надеюсь, что мы примем какое-то решение. И я это делаю вместе с семьей. Мы уже с семьей не раз собирались. Вот. Со специалистами Рубена. Вот. И я очень благодарен им, что они меня подвигли на это дело. И мы, надеюсь, сделаем профессионально и сделаем минимум ошибок в этом направлении. Да, пожалуйста, еще. Давайте, наверное, у нас уже по времени мы в тайминге, поэтому один-два заключительных вопроса и перейдем тогда уже в неформальное общение. У вас есть девушка. Здравствуйте. Виктор Александрович, меня зовут Настя, я эксперт по развитию сотрудников. Вам огромное спасибо за эту историю, которую вы рассказали о человеке, которого… Простите, да. Огромное спасибо за историю, которую вы рассказали о человеке, которого не уволили. Тот, который на все руки мастер, большой молодец. И мы понимаем, что культура в компании строится сверху вниз. Да, стиль задают лидеры. И с одной стороны это важно правильно относиться к людям, с другой стороны это сложно оставаться лидерами на рынке. Вот скажите, пожалуйста, какие у вас… Что вы считаете важным? Какие, может быть, компетенции, на что обращаете внимание, когда подбираете именно команду менеджеров и лидеров в свою компанию? Спасибо. Ну, для меня важно, чтобы это было не только профи, обязательно, чтобы это был человек. и должен человек гореть делом. Мы очень ценим, чтобы человек был именно… принимал командный стиль и мы топ-менеджеров, ну, по крайней мере, тех, которых я вижу, мы не ограничиваем, вот ты приди там в 9, уйди там в 6, или там еще что-то. Правда, был такой период, я вообще так привык работать, у нас же в советское время там была другая крайность. Все субботы рабочие, иногда и в воскресенье надо выйти, когда уборочное, да, вот. Здесь, правда, вот мой партнер, вот это новое поколение, вот. Когда я говорю, ну, как же у нас еще такое, прямо совсем сельское хозяйство еще, сейчас мы такие там крутые, роботы у нас работают там, это технологии все так отработаны, что не нужны переработки такие вот глобальные. А тогда же было настоящее сельское хозяйство то густо, то пусто, да, и, как правило, все время голо-густо. И зимой, тем более тепличный кабинет, и зимой работы полно, и летом полно. Ну, советская экономика была так устроена, бери больше, кидай дальше. И мне понравилось, как он мне сказал, ну, мы, конечно, можем в субботу выйти на работу, а я постоянно выходил в субботу, и работать надо там, едешь, смотришь, вот. А я говорю, а вы где? Вы чего, молодежь? Вы чего спите? Сначала они пару раз вышли, лениво так. Потом говорит, Виктор Александрович, ну, конечно, мы можем выходить в субботу на работу, но вам это будет очень дорого стоить. Поэтому вы сами определитесь, говорит, кто вам нужен. Те, кто вам нужен. И с тех пор, у меня было всегда такое кредо, значит, рабочее время, да, в советское время там все время контролировали, не дай бог, на пять минут, нервы мотали, там все. Ну, вот как-то к этим мелочам не лезем, а к топ-менеджерам, мы знаем прекрасно, что когда много будет работы, во-первых, вы можете дома работать, и я вот сам сейчас, не знаю, когда я работаю, когда я отдыхаю, или когда я работаю. Потому что когда счастливый человек, на самом деле, когда он живет, работает там, да, я могу в горах быть, а все равно думать о работе. Но правда бывает, там так забываешься, что, представляешь, вот именно с гор, когда спускаешься, иногда смотрю на людей, ко мне подходит, ну, уже перед отъездом, помните, говорили, я говорю, так-так-так-так, еще раз, матрица так зачищается, что просто вот заново начинаешь прям все накладывать. И это очень, кстати, полезно. Поэтому я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, да, но вот для нас эти показатели важны. Даже я могу так еще сказать, вот был недавно один у нас гендир, очень эффективный гендир. Такой прям, он, кстати, сейчас в одну компанию, один крупный, слово олигарх не люблю, но в данном случае такой олигарх взял. Но он не любит людей, а это дорого стоит, поэтому мы с ним расстались. Добрый вечер, Ахмад Рахматов, город Ташкент. У меня вопрос насчет диверсикации. Вы рассказали, что в 80-х, 90-х вы начали много непрофильных бизнесов и поняли, что это неправильно в конце. Насколько вы считаете, что диверсикация на данный момент она важна? Или вы считаете, что глубокая переработка и специализация в бизнесе важнее? Спасибо. Специализация очень важна, но надо не переставать искать новые продукты. Искать всегда. В первую очередь искать рядом. Вот в развитии того, что у тебя есть. Ну вот если я говорю, как вот с картошкой, ну как, я был бы дурак, если бы не отказался. Понимаете? Потому что это вот, если бы мы не зашли бы сейчас на рынок, здесь был бы Маккейн. И уже вот сейчас после нас на этот рынок можно будет зайти, но не прямо сейчас, ну, во-первых, понадобится несколько лет, чтобы его освоить. Потому что мы одних фермеров 7 лет учили. Понимаете? Ну вот, чтобы там целый процесс выращивания семян и прочее. Поэтому мы уже лидеры на ближайшие 7 лет, как минимум. Вот. И если вдруг что-то появится, ну я себя вот, хотел, говорю, отходами, переработкой отходов заняться, жалко, ну столько непаханное поле, просто непаханное. И там такая может быть эффективность. Но, к сожалению, почему я еще так себе уже нажал на горло, там без административного ресурса ничего не сделаешь. А у нас с вами административный ресурс, он очень, я стараюсь с ним, кстати, одна из причин тоже была ухода с цветочного рынка, потому что госзаказ, значит, это тоже административный ресурс сплошной, и мы устали с ними работать. И я больше того сказал, что это опасно. Уходить надо. А оставаться без госзаказа только на частном бизнесе неконкурентно способен становишься, понимаете? Ну еще плюс он весь серый, да? А госзаказ, он получается и, и он даже, он вообще черный какой-то, понимаете? Вот, потому что это ужас какой-то просто, да? Ну вот, и я сказал, говорю, все, давайте, тем более, говорит, жене, ты что, ты что, голодная, что ли? давай, спокойнее, говорю. Не, ну это что, я сейчас про это могу говорить, то что, не, нет, я очень благодарен, Сколково тут также выступал, парень один, как раз он из этого цветочного бизнеса, он ко мне потом подошел и говорит, вы мне глаза открыли, я же чувствую, что это так, а никак не мог понять, говорит, просея серые вещи, когда человек внутри находится, он понимает, он в каких-то проблемах варится, и пытается вылезти вот этот, из этих проблем, а не понимает, что вылезти нельзя, и вот он говорит, я теперь понимаю, что я должен смириться вот с этим, с этим, с этим, и раз у меня другого нет, я должен ну как-то жить с этим, да, ну выживать и ждать, пока изменятся правила игры, я уверен, они поменяются, ну кто будет в это время жить, никто не знает. Спасибо большое, время нашей встречи очень быстро пролетело за столь интересным разговором, мы благодарим Виктора Александровича за встречу, всех слушателей за вопросы, и можно будет перейти в неформальное общение. Вам всем спасибо тоже, спасибо за внимание, спасибо.